Рекламно-информационная программа. Евгений Ощепков в нашей студии. С праздником! С юбилеем! И сразу же просим... Happy birthday to you! Ну, не обязательно эту композицию, но сразу же мы просим вас... Нет, это я просто поздравил, между прочим. Давайте для разгончика-то. Поехали. 2, 1, 2, 3... 3, 2, 3... 3, 2, 3... 3, 2, 3... 3, 2, 3... 3, 2, 3... 3, 2, 3... 3, 2, 3... 3, 2, 3... 3, 2, 3... 3, 2, 3... 3, 2, 3... 3, 2, 3... 3, 2, 3... 4, 3... 4, 3... 4, 3... 3, 2, 3... 3, 3... 3, 2, 3... 4, 3... 4, 3... 4, 3... 4, 3... 4, 3, 4... 4, 3... 4, 3... 4, 3... 4, 3... 4, 3... 5, 4... А может быть, самая гастролирующая выступающая группа Кировская. Что-то необычное завтра. Будет присутствовать отличительное от обычного выступления группы Шейкерс. Гастролей хватало в этом месяце действительно. Мы на самом деле очень много поездили. И была мощная подготовка к нашему празднику. Выступление действительно будет необычное. Это будет концерт, который поделен на две части. В общем и целом... С антрактом? Да. Как? В общем и целом... У самых маститых коллективов. Даже с несколькими антрактами. Еще поди есть конферансье. Естественно. Шоу будет поделено на две части. Общая продолжительность 6 часов. 6 часов? Первая часть пройдет в клубе Гауди. Начало в 18.00. Ведущий праздника известный шоумен Кирова Руфлана Мамедов. В этом празднике примут участие наши гости из Москвы и Санкт-Петербурга. Две группы приезжают. Группа Big Levers и группа Alexander Diamond Hands. Также будет еще сюрприз от наших танцевальных фанатов. Фанатов это клуб Solo Church Stone, который исполнит под наше исполнение зажигательные танцы в стиле 50s. Вторая часть пройдет в ресторане Гауди. Ну, далеко ходить не надо. Тут же на втором этаже. Начало в 9 часов. Для начала там сыграет замечательный коллектив, который исполняет музыку 20-30-х годов. Джаз, это группа Dixieland, вятка Dixieland. Дальше опять три команды. И еще мы в конце исполним песню Акапелла, абсолютно новую. Это будет премьера. В ней будет петь даже клавишник Жени, который обычно у нас молчит. Евгений Ощепков. Вы случайно обнаружили, что у Жени есть еще и голос, и он может... Причем и неплохой голос. Я слышу голос. Молодой голос. Я 25 лет этот таил и скрывал. Слушай, это гениально вообще. Прямо капелла, без инструментов. Да, то есть у нас есть песня, которую все знают, это песня Шубум, которую Женя исполняет на клавишах, а мы поем. В этот раз вообще аккомбонимента не будет, и он будет петь. На самом деле он просто ленивый, поэтому мы всегда знали, что голос-то у него есть. Как-то по-особому готовились к 25-летнему юбилею, к этому концерту завтрашнему? Либо как-то все спонтанно произошло, там, давай этих пригласим, давай эти что-нибудь сделают. Подготовка была... Или был продуман какой-то четкий план, нужно обязательно это сделать, это? Не, ну вообще сейчас команды, которые там какие-то праздники делают, они все из этого всегда делают события, там выпускают какую-нибудь литературу, какие-нибудь плакаты, бабосы косят. Вообще вот была такая мысль? Бабосы косить? Да, конечно. Там куча футбола, кепок, там всего 25 шейтеров, сувенирка, диски там, переиздания. А это все есть, кстати, по-моему. Да, это все есть, и это будет сегодня как раз фигурировать в нашей программе, и не раз. По поводу косить бабосы, мы цель эту ставили себе всегда, все 25 лет, но, к сожалению, она не вывенчалась успехом, и все, в общем, накрылось медным тазом у нас в этом отношении. Хотя, конечно... Ну, Леша гитару неплохую купил. Ну, так это он на трудовые доходы, музыкально считается не трудовыми, а это трудовые, кровью и потом заработанные. Ну, подготовка была серьезная, потому что, ну, по опыту 20-летия, когда мы приглашали англо-голландский проект Мисс Мэри Энна на Ректайм Рэнглэш, мы уже поняли, что готовиться нужно едва ли не за полгода, поэтому подготовка была серьезная, и я думаю, что завтра у нас все должно пройти гладко. Две команды приезжают, мы встречаем. Они приезжают или приехали уже? Они приезжают, приезжают завтра, мы завтра их встречаем. То есть они с корабля, так буквально... Да, практически. С корабля на Гауди. Возможно, даже они до гостиницы не доберутся до окончания концерта. У нас же все хорошо организовано. Это будет полноценное шоу, свет, звук. А ты говоришь, бабосы, экономия на гостинице, опять же, да? Инсталляции какие-то, не знаю, фотографии 25-летней давности. Да, у нас подготовлены... Это же сейчас все активно выкладываете вы в сеть. Да, недавно вчера смотрел ваш первый эфир на ТВ. На Вятском, да. Как молоды мы были. Ну, вы-то да. Мы-то вообще просто из пеленок вылезли. Ну, да, мы подготовили несколько видео, там, фото, коллажей. Это все будет крутиться на экране и в ресторане, и в клубе. Так что есть возможность посмотреть старые фоточки, молодые лица. Уже тогда обезображены интеллектом, уже в то время. Поэтому у нас будет проходить еще такое мероприятие, как выставка рок-н-ролльных гитар. От замечательного коллекционера Дмитрия Огородникова будет выставлена часть его коллекции, в которой, честно говоря, находятся жемчужины гитарного фонда, которые можно отнести... ...экспонатом, который обычно называют классикой жанра. Вот. Поэтому будет интересно. Это стоит посмотреть. А за пределами Кировой области как-то анонсируется завтра ваше мероприятие? Поклонники приедут из других городов? Да, приезжают из Москвы, из других концов нашей родины люди специально для того, чтобы посмотреть это мероприятие, послушать музыку. Группа, которая у нас участвует, и поклонники в других городах, они репостят наши посты в соцсетях и активно нас поддерживают. За что им большое спасибо. Аудио хорошая запись, видеозапись будет? Да, у нас фото и видеосъемка осуществляется, поэтому надеюсь, что что-нибудь после этого мероприятия удастся издать и на этом закосить бабосы как раз. Да, да, да. Хотя бы на этом. Но мы тоже немножко косим бабосы, поэтому нам нужно сейчас паузу небольшую сделать перерыв. Далее будет еще композиция от группы Шейкерс, и мы начнем, вернее, продолжим розыгрыш призов. Культпоход. Должны все-таки с Николаем соблюдать некий план, и мы должны нашим слушателям озвучить те призы, которые у нас еще остались с первого часа. Которые они смогут получить, да, если ответить правильно на вопросы наших гостей из группы Шейкерс. Ну, естественно, мы билеты на завтрашний юбилейный концерт разыгрываем сегодня. То есть один билет на одного человека, вот вы можете вдвоем с кем-то пойти. Есть у нас такой один комплект, плюс у нас еще есть диски. Ром, расскажи, что за диски у нас? Четыре диска. Сегодня тоже разыграем отдельно от пригласительных. Да, у нас есть подарок-два выпуска нашего последнего релиза «Gonna shake it». Это альбом, который был засписан здесь, в Кирове, на студии Smart Audio, издан в Москве. 14 треков, 9 из которых являются оригинальными, то есть это творчество группы Шейкерс. И аудиокнига, тоже в двух экземплярах, «Солнце Шерифа», которая была написана нашим контрбасистом, мистером Шерифом, по мотивам наших гастрольных похождений и составленная на основе гастрольных баек и трезвых анекдотов. Записывали вы это все? Записывали голосом Романа Веселкова в Москве. А написана книга была нашим контрбасистом. Ну, то есть, опять же, все знакомые лисы, я думаю, да, прекрасные свершения. Из них не обходится. Ну и кроме того, у нас еще целая палитра призов. Давайте быстро перечислим книжки. Нет, давай начнем с драмтеатра, у нас осталось что-то, Ниба Бальзаминова, сегодня в 18.00. Спектакль, пожалуйста, если кто-то хочет, может пройти. Три прекрасные книги совершенно, ой, даже вот прямо в руки их приятно взять, особенно вот эту, которая называется «Хулиганская экономика». «Хулиганская экономика», да, 18+, сразу говорю. Это книга для тех, кто интересуется финансовыми рынками, но для тех, кто их на самом деле в гробу видал. Такой вот у этой книги анонс, 18+, напомним. У нас есть книга «История чая». Китаянка, прекрасная Ван Чуйфен, написала книгу «История чая в человеке, фактах, легендах, литературе, произведениях, искусство». И вообще суперкрасивая книга «Аппетит», да, такая даже аппетитная с любой точки зрения, как посмотреть. Вот, как написано, это такая же вкусная книга, как «Шоколад», и такая же ароматная, как «Парфюмер». Все книжки на сегодня? Да, это три наши книги, да. Так, пригласительные в музей, в Вятске палеонтологический, кировский городской, зоологический есть еще. Приглашение на концерт Валерия Семина «Играй баян». Совершенно другое творчество, нежели группа «Шоколад». 15 ноября в ДНТ 18.30, организаторы издательский дом «Норма» и арт-студия «Маска». Так же вы можете попасть в галерею «Прогресса» на выставку работы Татьяны Дедовой, Вятская губерния, города и села 100 лет назад. Кроме того, я хочу сказать о тех мероприятиях, на которые билеты мы не разыгрываем, потому что они не нужны. То есть в библиотеке имени Герцена и в первой детской музыкальной школе будет выступать аргентинский прекрасный пианист Мигель Анхель Шебба. Это только два концерта в Кирове. Это будет все 6 ноября. После нас сразу делать мастер-класс в Париже. Не пропустите начало концертов в 14.00. И там же в Герцанке 7 ноября, напоминаю, в 18.00, 7 ноября, юбилейный концерт Светланы Сырневой «Вечер», посвященный выходу новой книги «Утро у Ружума». Мы еще про один приз забыли. Это спектакль «Два веронца» в Театре на Спасской. Вы тоже можете выбрать. О, как? Почему же мы сразу-то не сказали? И «Два веронца» на стол. Будем вопрос задавать, или будем музицировать. А давайте сначала пусть музыка будет. Давайте сначала музыку. Да, а то как-то мы разговорились очень много, говорим. Шейкерс. Я думаю, что сегодня не менее трех композиций. Тут Рита точно у нас прозвучит. Итак, хотим музыки, хотим веселья. А может, сейчас бурс на что-то? Ага, сейчас. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. 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 неработающего пульта. Хотели уже микрофон и даже скотчем к стойкам прикручивать, как 25 лет назад. Но каким-то чудом нам повезло и концерт состоялся. Давайте примем звонок. Вопрос, который я задавал на марке... На гитаре какой марки играет Алексей Винокуров? Скотч, Пуч или Грэч? Алло. Алло. Да, здрасте. Слушаем вас. Здравствуйте. Меня Анатолий зовут. Да, Анатолий. Хочу поздравить группу Шейкерс с 25-летием. Спасибо. Да. Ну, отвечайте на вопрос. Гитара, марки, мне кажется, трудно, конечно, так понять, какой именно марки гитара. Но то, что она ритм гитары, я могу сказать. Нет. Вам придется ответить. Это все-таки Пуч, скотч или Грэч? Марка гитары. Я думаю, что Грэч. Грэч. А может, Пуч? Алексей, вот я вижу, не прочь на Пуче играть. Анатолий, Анатолий, да, вы угадали совершенно нет. Все это Грэч, там все остальное уже вас пошли просто от приза оттаскивать. Прочи еще. Пусть будет Пуч. Нет, легендарная гитарная марка. Отлично. Ну, надо понимать, что вы пойдете завтра на юбилейный концерт. Вот билеты я сейчас в руках держу. Я очень рад. Я просто безумно рад. А вам есть, кстати, каково возрастное ограничение? Ну, судя по голосу Анатолия, мне кажется, он не подпадает под возрастное ограничение. 18, 18+, между прочим, возрастное ограничение. Анатолий, я старше значительно, да. Человек-серелый, судя по голосу, даже знает гитару марки Грэч. Он знает, что она на ритме гитары. Проблем не возникнет. Хорошо. Поздравляем вас. Не кладите, пожалуйста, трубку. Билеты можно будет забрать в нашей редакции. Наш редактор сейчас вам объяснит, пояснит, куда нужно подойти за этими билетами. Про накладки мы там что-то закончили, по-моему. Да, про накладки в Жевске, там все хорошо закончилось, да? В Жевске закончилось все хорошо. И на следующий день в Октябрьском тоже все хорошо было. А Октябрьский это где? Это на границе Татарстана и Башкирии. Ну, это Башкортостан. Ну, это пограничный случай такой, да? Это Башкирия, которая живет по татарскому времени, как нам объяснили. Башкирия по татарскому? Да. Так время-то одинаково, фрам? Нет. 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 В Башкирии плюс два. А, плюс два к Москве, точно. Но так как у них все завязано на экономические, потому что они на границе с Татарстаном, поэтому они все встают так же, как в Татарстане, так как в Москве. Все башкирии встают, как татары. Понятно все. Вот про инструменты еще тоже всегда хотел спросить. Вот за 25 лет не устали все это таскать с собой, инструменты. Особенно вот этот вот, как его, контрабас. Дима, сколько он весит? Контрабас. Он не очень много, но имеет свойство. А, понятно. Он большой. Круп-круп-круп. Он габаритный, да. Крупно-габаритный очень. Не везде с ним войдешь. Димыч у нас за все эти годы, наоборот, подкачался, возмужал. Так что я думаю, что это на пользу только ему идет. Мы-то его, вы, может быть, знаете его не так давно, а мы-то его знаем еще со школы. Поэтому мы помним еще этого худенького мальчика. Но он тогда тренироваться-то начал уже, в школьные годы? Нет, нет. Он еще даже не знал, что ему жизнь готовит. Вся жизнь пошла под откос его после того, как на день рождения мы с Алексеем подарили ему как раз вот контрабас. Вот именно этот? Счастье кончилось. Или другой? Другой. Тот он уже сжег, он пытался убежать от судьбы, но не смог. Сколько контрабасов у Дмитрия было? Сколько контрабасов загнали? За всю историю. Не сколько женщин, а сколько контрабасов было за историю? Загнанные контрабасы сжигают. Их было пять всего. И в максимуме четыре одновременно. То есть четыре одновременно, да? Да. Приходили и выходили. Что-то продавалось, что-то дарилось. Насколько я понимаю, сейчас контрабасы не так просто достать, не знаю, не приобрести, в отличие от более распространенных инструментов, как гитара, как барабан, как клавиши. Это акустический инструмент, деревянный, поэтому тут очень важно качество. Тут дверь без вывески, куда можно постучать и сказать мне парочку. Так, мы еще ни одного вопроса от вас не слышали, поэтому пожалуйста, Роман или Алексей? Роман Чащин, Алексей Винокоров. Кто будет задавать? Давайте, у тебя есть, Алексей, вопросы? Сейчас слушатели прибегут к нам и порвут вас, мол, давайте задавайте вопрос. Я задам вопрос такого характера. Скажите, пожалуйста, в истории группы Shakers в составе был еще один инструмент, отличный от тех, кто сейчас у нас наличествует. Пожалуйста, назовите его. Вопрос на знание, вообще, кстати, да, история хорошая. На каком этапе это было? Это было уже давно? Ну, это... На студенческом этапе как раз в основном раскрылся этот герой. На студенческом этапе. Инструмент серьезный. Серьезный, это не треугольник и не... Не варган. Не тамбурин никакой, а прям надо... Прям настоящий. Партия своя есть серьезный. Варианты ответов? Нет? Варианты ответов? Давайте с вариантами. Давайте. Подумайте, не торопитесь. Термин вокс. Угу, есть такой классный. Джимми Пейдж его любит. Далее давайте мы отдадим такую... Так, тромбон. Тромбон. И саксофон. Саксофон, тромбон и... Термин вокс. Термин вокс. Термин вокс. Термин вокс. Термин, наш русский изобретатель. Не на слуху. Ну да. Штука-то. Ну такая классная штука там. Кто изготавливал его как раз? Рукодельный был, да? Ну он просто немножко засекреченный чувак, насколько я помню. Он на физике основан, да, ведь как-то там? Ну там, да. Там сложные такие вещи. Но люди знают наверняка, что за инструмент это был. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Алексей. Алексей, вы сначала поздравляете. Мы с поздравлений начинаем. Да, я поздравляю ребят, и я думаю, что я завтра лично их смогу поздравить, потому что я иду на концерт. Отлично. И мне повезло, что я дозвонился. Дело в том, что я большой их поклонник и точно знаю, что был за инструмент или что. Говорите. И на самом деле у них было два инструмента. Дело в том, что Димик сначала играл на бас-гитаре, а еще у них был саксофон. А еще у них был саксофон. Все тайно становится явным. Итог-то какой? Какой все-таки инструмент у нас был? Саксофон. Спасибо, вы правы. Алексей, выбирайте ваш третий. Я так понимаю, по вашим лицам что-то знакомый ваш? Дозвонился? Да, это Алексей, наш хороший знакомый. Это наша танцевальная поддержка. Клуб Линдихоп, город Киров. Он знал. Алексей, ну на концерт вы уже идете. Можете еще куда-нибудь сходить. У нас призы есть, книжки в том числе есть. Хотите ли на спектакль, например? А есть при аудио книга Шейкера? Есть. У вас аудио книги Шейкеров до сих пор нет, как приверживаются? Ну теперь она у вас есть, если вы ее выбираете. Просто не кладите трубочку, вам объяснят, как вы сможете ее получить. А что из этого аудио книга? А, вот это аудио книга. Вот это аудио книга, да. Я просто держу эти как раз диски в руках. Надо послушать, потому что мы сами просто не понимаем. Только на слух можно это все отличить. На слух. Так, про сюрпризы мы завтра уже поговорили. Целых шесть часов. Ну, как-то надо отоспаться, наверное. Подготовиться хорошо. Ну, сейчас сразу после эфира, наверное, укладывать, ребята. Прямо здесь. Готовы только начнем отсыпаться. Да-да-да. И то не сразу, наверное. А во второй половине дня, когда парней отправим. У вас ведь у всех есть семьи. У всех свои семьи, дети. Как вторые половины дети, не знаю, мирятся, не мирятся, воспринимают пап своих отцов в таком... На стане подготовки, в таких, в таком репертуаре. Да, вот последние два месяца... Когда папа срывается и все, и понес все. Ну, просто последние два месяца мы практически только ночевать приходим домой в связи с подготовкой, там, с постоянными репетициями. Поэтому мне уже, сын, я, несмотря на то, что они обожают и нашу музыку, нашу группу, и хобби им это все понятно, знакомо, они мне говорят, что папа, может быть, уже хватит, может быть, уже все, хватит репетиций. Поэтому, да. Ну, и у меня тревожный чемоданчик уже стоит у двери. Так, я готовлюсь к усилению. То, что он у дверей стоит, это еще хорошо. Да. Что, что не за дверями, да. Да, если он пересечет линию порога. На площадке, да. Жены из числа поклонниц? Или... Скорее нет. Нет? Ну, они, да, хорошо воспринимают эту музыку, потому что, ну, мы, не знаю, искренне ее играем. Мне кажется, это все чувствуют. В том числе и наши супруги, в первую очередь. Именно так, им большое спасибо за поддержку, которую они нам оказывают. Это неоценимая помощь. Ну, надеюсь, супруги-то завтра будут в первых рядах. Обязательно. Да. Цветы со сцены. Я так подсказываю уже. Я думал, да. Ну, чтобы чемоданчик не переместился, да, со сцены, со сцены цветы, да. И так, искренне, дорогие наши, спасибо за то, что вы позволяете таким, такой образ жизни вести. Ближайшие, возможно, творческие планы, ну, до 50 дожить, как минимум, конечно, я имею в виду юбилей творческий. У нас ближайший план издаться на японском лейбле On The Hill Records, для которого мы записали как раз на той же студии Smart Audio трек. Это трибит группы Stray Cats. Будет сборник. На этом сборнике будет представлена песня из Кирова, группы Shakers. И второй момент, мы хотим сделать... Лейбл международный, видимо, да, у него? Ну да, то есть там записываются артисты со всего мира, базируется в Японии. Планируем сделать презентацию нашей аудиокниги, которую еще мы хотели в рамках подготовки к юбилею это сделать, но не успели. И еще один момент, все-таки мы... Все-таки вы решитесь сказать? Все-таки пора уже за пределы, да, выходить нам. Да. В Российской Федерации. Да, выбираться. То есть вы записались на экспедицию на Марс? Возможно, да. Там уже эту музыку знают, кстати говоря, там же туда же было отправлено в 50-х там... Послание, да, с рок-н-роллами, да, как раз. Чака Берри и Билла Хейли. А вы же гастролировали, по-моему, за границей. Было дело? Ну, это... Это, как говорили Битлз на одной радиопередаче, кстати. На одной радио. А, it's a rumor. Это слухи. Это слухи. Не было такого, да? Ну да. А, кстати, как сейчас за рубежом именно с этой музыкой, которую вы играете? За рубежом хорошо. Она переживает или она в некое возрождение, или она вот не утихает, интерес к ней? Интерес к ней после возрождения 80-х не утихает до сих пор. Особенно это заметно в Европе, где несметное количество команд играет. Вот одна из них как раз, Мисс Мэриэнн и Директа Эмбрендгерс, которые приезжали к нам на 20-летие. Они, кстати, поддерживали Брайана Сетцера из группы Старик Этс в его турне в европейском последнем. От Лондона до Лахти. То есть от Великобритании до Финляндии. Они играли на всех концертах в качестве разогрева. И эта команда была с единственным концертом в России на нашем юбилее 4 года назад. Это круто, я считаю. Нет, ну это точно говорит о том, что вам туда пора. Вот, да. Ну, посмотрим. Ну, оркестру Брайана Сетцера тоже в этом году 25 лет. То есть мы чувствуем некую синхронность в развитии, да. И должны рано или поздно оказаться в Европе. И нам было позвонить Брайану и сказать, Брайан, мы звонили, он просто не взял друг от нас. В трех словах как-то можете вот каждый сейчас описать себя, свое творчество, свой образ жизни? Три слова ключевых для вас в настоящее время, спустя 25 лет, с момента создания команды Шейкерс. Ну, мы обычно оцениваем свое творчество так. Все, что нас интересует в этой жизни, это детский смех и прибыль. Даже в двух словах почти умудрился. Хотя нет, трех детский смех и прибыль, да, это к слову все точно. Ну, это, конечно же... Вам только детский смех. А? Только детский смех. Но выходит только детский смех пока, реально. Друзья, ну, на самом деле, мы играем музыку, которую мы любим. И делаем все для того, чтобы она нравилась вам. И делаем все возможное для того, чтобы дух той эпохи не только в плане музыки, а вообще атмосферу на концертах возрождать. И люди это чувствуют, где бы мы ни играли, везде мы находим очень душевный и полноценный отклик. И вот это главная награда за наше творчество, я считаю. Это круто. Потому что играем мы все-таки не заезженная кавера, а стараемся исполнять и свои песни, и такие жемчужины, очень редкие из золотого рокобили фонда, которые не на слуху. А и люди это воспринимают хорошо. Ну что, раз мы не можем Пете играть, да, мы не можем, пока что-то у нас случилось все-таки. Давайте станцуем тогда. Станцевать? Да. Так, у Евгения что-то получилось там синтезатор свой наладить? Эти микрофоны идут? Да, эти микрофоны идут у нас, Артем, я спрашиваю нашего звукорежиссера. Микрофоны ребят тоже не идут. Зато вот наши идут. Ну, может быть, мы послушаем фрагментик той акапельной композиции, которую вы собираетесь исполнить завтра в Гауди. Николай может поддержать инструмент. Да, он его уже вот так вот в горизонтальном положении аккуратно кладет. Хотя бы кусочек. У нас буквально минута остается до конца Культпохода. Мы еще раз поздравляем группу Шейкер с 25-летием длинной, еще более длинной творческой жизни, новых планов, ярких идей. Новых планов, ярких идей, конечно же, желаем. Ну и еще раз приглашаем всех завтра в Гауди. Начало юбилейного концерта в 6 часов вечера. Информации об этом уже полно и в социальных сетях. Ну что, кода сегодняшнего Культпохода от группы Шейкерс. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Культпоход Культпоход